Меня зовут Владимир Высоцкий и сегодня я хотел бы вслух поразмышлять на тему реально ли заработать в интернете. Сейчас уже все знают, сколько зарабатывают Google или Марк Сукерберг, но заработать обыкновенному пользователю интернета не всегда удается. Зачастую не удается вернуть даже вложенные деньги. Для лучшего понимания сложившейся ситуации давайте копнем немного глубже и попытаемся найти похожие ситуации в истории. Не открою секрет если скажу, что история развивается по спирали и сейчас лишь новый итог того, что было раньше. В нашем случае нам будет достаточно бегло посмотреть на капиталистическое общество, при котором идет бурное накопление капитала. Для чего нам надо это знать, если мы говорим об интернет бизнесе? Очень просто. Суть работы капитала от первой буржуазной революции в Нидерландах еще в 16 веке и до сегодняшних дней ничуть не изменилось. Особенно это заметно на этапах первоначального его накопления, где одним из основных методом является обман и насильственный отъем. А вспомним лихие 90-е на постсоветском пространстве, когда сколачивалось огромное состояние, используя вышеназванные методы. Я сам занимался бизнесом в то время и знаю много подобных примеров. А при чем здесь интернет, спросите вы? А при том, други мои, что сейчас вышеназванные способы коснулись интернет. Дело в том, что интернет неожиданно стал лакомым кусочком как для акул капитализма, так и для людей, которые поняли, что на этапе раздела этого громадного пирога можно отхватить не только лакомый кусочек, но и в клинице высокодоходный и малозатратный бизнес. Законы на таких этапах развития общества, как правило, отстают, что развязывает руки всем нечистоплотным участникам этого процесса. А ведь простой обыватель привык еще верить тому, что написано в газетах или, в нашем случае, в интернете. Но даже основная интернет-менциклопедия Википедия официально заявляет, что она не гарантирует точность написанного в ней. С другой стороны, посмотрим на субъективный фактор исследуемого процесса, на нас с вами. Ответьте себе, только честно. Понимаете ли вы хотя бы в общих чертах, как работает механизм интернета? Что возможно в нем, а что невозможно? Вы мне ответите. Нет. Но вы скажете, я также не знаю, как устроен автомобиль, но тем не менее это не мешает мне управлять им. Согласен. Но представим, что вас попросили проехать на многотонном грузовике БелАЗ. Есть такие карьерные самосвалы. Вы сможете это сделать? Думаю, что нет. А вот профессиональный шофер даже с категорией легкового автомобиля Б сможет. Почему? Да потому, что он знает основные принципы работы автомобиля и сможет разобраться, что к чему. Теперь давайте посмотрим, что мы имеем. С одной стороны, идеальные условия для мошенничества в интернете и огромные деньги в нем. С другой стороны, наша минимальная грамотность в области, где мы планируем зарабатывать деньги. Вас это не настораживает? Меня да. Ведь зачем-то учат пять лет в вузах на профессионала. Почему же мы думаем, что если мы умеем подключаться к интернету и входить в одноклассники, то мы уже готовы зарабатывать в интернете? И зачем тогда на западе уже несколько лет в вузах есть специальность электронная коммерция? И почему люди, даже имея средства на открытие небольшого бизнеса оффлайн, боятся этого делать. А в разрекламированные проекты в интернете несут свои денежки легко. Да потому, что думают, что в интернете не нужно много знать и уметь, а достаточно войти в хороший проект, где обещают 100% прибыли в неделю и дело в шляпе, лежи на канарах и деньги только считай. Вот мы и подошли с вами к картине современного интернет-бизнеса. С одной стороны, дикий этап первоначального его накопления в интернете. С другой стороны, минимальная образованность людей в сфере интернет-бизнеса. Понятно, что такая ситуация это просто рай для тех, кто решил половить рыбку в мутной воде. Что же нам делать в сложившейся ситуации? Ведь не каждый может позволить себе освоить новую профессию электронная коммерция в учебном заведении. Да и ждать появления хорошего законодательного поля для интернета тоже нет времени. Где же выход? Выход есть. Первое. Учиться этому ремеслу в домашних условиях. Как можно профессионально. И второе. Находить реальные проекты, подчеркиваю реальные, в которых можно заработать деньги. А вот как находить такие проекты, мы и попытаемся разобраться сейчас. Для начала классифицируем основные виды деятельности в интернете. Это различные MLM-компании, финансовые пирамиды и инвестиционные фонды. Компании, продающие какой-то товар. И продажа информации и информационных услуг. Теперь необходимо разобраться с тем, что мы хотим и сколько у нас есть денег. При том, надо обратить внимание на то, что как в оффлайне, так и онлайне бизнесе, бизнес подвержен риску. Потому на начальном этапе деньги нужно использовать только свои, а не заемные. Вопрос же, что мы хотим от своего будущего проекта, не такой уж и праздный, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что количество процентов прибыли прямо пропорционально риску. То есть, чем высокодоходнее проект, тем выше доля риска потери денег. Как правило, это всевозможные матрицы и завуалированные финансовые пирамиды, где обещают высокие проценты и где деньги идут за счет вновь прибывших членов. Потому, какой бы хороший маркетинг-план не был в такой компании, компания обречена на провал. Но если вы будете в числе первых, возможно, вы вернете свои деньги и, может быть, даже заработаете во много раз больше. Это уже вам выбирать. Сейчас уже прижился западный термин хайп, что в переводе означает ажиотаж, навязчивая реклама. У людей прямо выключается здравый смысл, когда они видят предложения больших процентов. Но вначале надо подумать о приемлемом для вас риске. Слышу ваши возмущенные вопросы. А как я течу пирамидой это или нет? А я задам вам встречный вопрос. На что рассчитывает человек, который вкладывает в компанию 10 долларов? Понятно, что рассчитывает на заоблачные проценты, которые судит компания. А вот если здраво подумать головой, то станет ясно, что большие проценты могут уйти от таких же мечтателей о стороне дураков, как он сам. Ведь даже в сказке «Буратино, посадив свои золотые», так и не дождался дерева, на котором растут золотые монеты. И второй момент. Люди несут в эти компании деньги, потому что не боят потерять 10 долларов. Теперь об MLM-компаниях. Ничего плохого сказать о них не могу. Как в офлайне, так и в интернете. В них можно работать и зарабатывать хорошие деньги. Другой вопрос. Что эта работа не для каждого. То есть вы можете встретить отличную MLM-компанию с очень хорошим продуктом, который можно продавать и через интернет тоже. Но если вы не можете приглашать людей и строить команду, то поддавшись первому впечатлению и уступив в компанию, в лучшем случае вы лишь вернете свои деньги. Следующий тип интернет-бизнеса. Продажа информации и инфоуслуг. Это просто прекрасная тема для заработка. И если вы обладаете информацией, за которую люди готовы платить деньги, и вы знакомы с техническими моментами продажи таких услуг, то вы можете заработать не просто хорошие деньги, а деньги с шестью нулями в валюте. Если не верите, то наберите в гугле имена Андрея Парабеллума или, например, Евгения Попова. Немного об инвестициях и инвестиционных фондах. По моим понятиям, инвестиция – это вершина финансовой деятельности человека. Другое дело, что это требует наличия немалых финансовых средств и очень хороших знаний по инвестированию. Работа же в небольших инвестиционных фондах возможна, но не приветствуется лично мной по причине невозможности строить свой бизнес в широком смысле этого слова. Вот, уважаемые друзья, методом исключения мы и подошли к типу интернет-компаний, в которых можно все-таки заработать деньги. У нас остались только те компании, которые сами работают в интернете и зарабатывают там деньги. Как правило, таким компаниям нужны партнеры, как мы с вами. Самые недоверчивые из вас спросят. А зачем таким компаниям нужны партнеры? А я вам задам встречный вопрос. А зачем крупные компании оффлайн берут кредиты банки? И более того, ни одна крупная компания оффлайн не обходится без кредитов. Всем крупным компаниям на земле и в интернете необходима денежная подпитка, без которой они просто не могут существовать. Вот именно в таких компаниях мы желанные партнеры и можем на взаимовыгодных условиях работать и зарабатывать деньги. Ведь мы заменяем в таких компаниях банковские кредиты. Конечно, вам не будут обещать удвоение или утроение ежемесячно ваших доходов. Но заработать приличные деньги и к тому же зарабатывать на протяжении долгого времени вам гарантировано. Не об этом ли мечтает каждый, пытающийся заработать в интернете? А есть ли такие компании вообще в интернете, спросите вы? А почему бы им там не быть? Ведь даже простая логика говорит, что не могут же в интернете крутиться миллиардные суммы, которые зарабатываются только на мошенничестве. Тогда что это за компании? А давайте подумаем, какие в интернете остались денежные ниши с перспективой роста? Не буду вас томить, как прочими открывать Америку, если скажу, что это интернет-реклама. В США, в странах Западной Европы приток интернет-рекламы достиг лишь 50% от общего рынка рекламы. Как вы думаете, будет ли расти этот рынок дальше, если реклама на телевидении, в газетах, на уличных баннерах? Это уже вчерашний день. И на это обратили внимание международные компании, которые ставят своей целью потеснить Google и Yahoo и на этом хорошо заработать. Все уже знают, что деньги можно заработать лишь что-то продавая, товары, услуги, ресурсы, труд, наконец. А что продают компании, о которых я говорил? Они продают рекламные показы рекламодателей. Это и есть их товар. Как и всякий товар, рекламные показы могут иметь разную форму, но суть их не меняется. Это самый ходовой товар в интернете, на который спрос еще будет увеличиваться долгое время. Ведь компании, которые покупают эти рекламные показы, в свою очередь продают свои товары и услуги через интернет. И конкуренция продаж все время увеличивается. Ведь если продажа одного товара 100 лет назад надо было 20 продавцов, то сейчас уже 200. А с увеличением количества товаров конкуренция на рынке рекламы будет все увеличиваться. А значит стоимость рекламы тоже. Понимаете теперь, где нам надо быть сейчас? В компаниях, которые занимаются интернет-рекламой. Если вы хотите честно и на долгосрочной основе зарабатывать деньги. Надеюсь, мои мысли вслух вам были полезны. Те, кто желает обсудить эту тему в личной беседе, может сконтактировать со мной через скайп, который вы видите на экране. Или через форму обратной связи моего блога, данные которые вы тоже можете видеть. С вами был Владимир Высоцкий. И надеюсь, до новых встреч. Продолжение следует...